Предполагается, что после 11 января жители страны продолжат жить в формате эпидемиологических ограничений, которые действуют и сейчас. То есть мы будем жить в зеленом режиме, в котором нужно будет носить маски и должен быть сертификат о прошедшей вакцинации или о том, что человек переболел ковидом. Об этом в одном из своих интервью сообщил премьер Кариндж. Ожидается, что ревакцинация против COVID-19 будет доступна через три месяца после завершения базового курса вакцинации. Специалисты предполагают, что новая волна коронавируса в Латвии начнется в конце января или начале февраля. Поэтому осталось совсем немного времени, чтобы к ней подготовиться. Премьер признал, что сейчас необходимо по возможности стимулировать вакцинацию против ковида, в том числе и ревакцинацию. Поэтому в Латвии вновь будут открыты большие центры вакцинации. Для сертификата вакцинации также будут установлены определенные сроки годности, но это решение, скорее всего, будет принято еще до начала января. Кариндж признал, что если в латвийских больницах будет наблюдаться перегрузка, опять может быть введен локдаун. Но он не ответил на вопрос о показателях, при которых это может случиться. До конца апреля следующего года государство будет возмещать жителям страны 50% от расходов на услуги системы электроснабжения. Соответствующие поправки к закону о загрязнении, разработанные Министерством охраны среды и регионального развития, уже утверждены правительством. Краткосрочная компенсация, которая снизит непосредственные негативные последствия роста цен на электроэнергию, как для физических, так и юридических лиц, предоставляется за счет доходов от продажи с аукциона квот на выбросы. Министр охраны среды регионального развития Артурс Томс Плэшс пояснил, что это будет помощь населению и предприятиям в период, когда финансовое бремя вследствие роста цен на электроэнергию ложится на каждого. На компенсацию затрат на электроэнергию предусмотрено 77,9 млн евро. И согласно поправкам к закону, все системные операторы должны ежемесячно включать компенсацию расходов на системное обслуживание в счета клиентов в течение указанного периода, включая налог на добавленную стоимость. Поправки к закону о загрязнении еще предстоит принять Сейму. Со следующего учебного года модель расчета оплаты учителей, деньги следуют за учеником, будет отменена. И целевые дотации на оплату труда педагогов из расчета количества учащихся будут выделяться самоуправлением, которые должны будут заниматься их распределением. Но не факт, что этого финансирования хватит на все школы, и в этом случае уже самоуправлением придется решать, какое учебное заведение сохранить, какое ликвидировать и какое датировать из муниципального бюджета. Так что уже со следующего года тема оптимизации учебных заведений может стать одной из наиболее актуальных. Самоуправление будет распределять дотации на оплату труда учителей в соответствии с утвержденным порядком и с учетом установленной нормативными актами самой низкой ставки зарплаты учителей, которая с 1 сентября 2022 года составит 900 евро. Во внимание будет приниматься и нагрузка педагога. В Министерстве образования сообщили о том, что объем дотации на одного школьника в месяц в группе 1-6 классов составляет 126 евро, в группе 7-9 классов – 162 евро, а в группе 10-12 классов – 172 евро. В свою очередь целевые дотации на одного воспитанника дошкольного учреждения в возрасте 5-6 лет составляют 106 евро в месяц. Для реализации модели, учащейся в самоуправлении, с 1 сентября следующего года потребуется более 12 млн евро из государственного бюджета, а в 2023 и 2024 годах – уже более 37 млн. На 21 декабря в Латвии от COVID-19 было привито 395 детей в возрасте от 5 до 11 лет. Об этом свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения. Массовая вакцинация детей этого возраста началась 16 декабря. В возрастной группе от 12 до 17 лет по крайней мере первую дозу вакцины получили 70 426 детей и подростков. На данный момент 69,2% населения Латвии получили по крайней мере первую дозу вакцины или вакцину Джонсенс против COVID-19, а 66,16% населения полностью завершили курс вакцинации. Охват населения бустерной вакцины достиг почти 11%. За минувшие сутки в Латвии был зарегистрирован 991 новый случай заболевания коронавирусом. Скончались 12 человек, инфицированных COVID-19. Умершие входили в возрастные группы от 40 до 99 лет. За минувшие сутки был госпитализирован 71 пациент с COVID-19. Выписано 87 человек. В настоящее время в стационарах страны находится 431 пациент. Состояние 81 оценивается как тяжелое. Предрождественская новогодняя пора – это время добра и исполнения желаний. И именно в это время мы все становимся немного лучше. И хотим сказать спасибо тому, кто приходит к человеку на помощь в самую критическую минуту. В этом году крестьянское хозяйство «Котани» расположено в Балском крае, которое производит высококачественную сельскохозяйственную продукцию. И компания «ИВК-проект» с наступающими праздниками поздравили врачей и медперсонал ковидного отделения Даугубовской региональной больницы. В этом году решение нашего коллектива было таким, что мы должны сказать большое спасибо врачам, особенно тем, кто работает в регионах, поскольку Латвия – это не только Рига. Спасибо вам всем за работу, которую вы делаете ежедневно. И надеемся, что эти небольшие от нас презенты доставят вам радость. Последние два года для латвийцев были очень сложными. Жертвами ковида стала практически каждая семья. И когда малоизученный опасный вирус торгается в твою жизнь и жизнь твоих близких – одна надежда на медиков. Это они и сегодня наши герои. Главная идея, почему надо дарить сегодня, в этот год, врачам, презент – это Каспаро идея. Мы ехали недавно в путешествие, там деловое, и он говорил, он хочет себе и другим создать такую кристмассу, сушению, да, праздничную. Он говорит, давай, надо дарить врачам. Я ему говорю, почему нет. Хозяин Алдис, у нас, скажем, тоже был рад, что у нас такая идея. Вот и мы приехали. И главная, скажем так, идея – дарить докторам презентики, которые они могут положить на праздность на стол. Мы с удовольствием приняли участие в этом мероприятии, так что считаем, что врачей в этот период пандемии нашими, скажем так, героями, и все-таки они стоят здесь, чтобы спасят наши жизни, жизни наших семей и тех, с которыми мы ежедневно ходим вместе по улицам и работаем. И потому, ну, вот эта идея, что-то на праздник, что-то такое, чтобы согреть эту немножко все-таки атмосферу, да, и какое-то небольшое спасибо от нас тоже. Врачи и медперсонал ковидного отделения не скрывали улыбок. Им, которых чаще всего ругают, было приятно получать рождественские подарки от людей, которые благодарны им за то, что сегодня они сражаются за жизнь каждого инфицированного коронавирусом человека. Подарки получаются всегда очень приятные, тем более нам, которые работают в таких трудных условиях, и внимание людей, оно всегда остается в сердце. Поэтому большое спасибо за подарки в пределе Рождества и Нового года. От всей души спасибо от всех наших сотрудников. Ну, а мы будем стараться лечить пациентов. Рождественский марафон только начинается. Присоединяйтесь к нему и вы. Европейское агентство лекарственных средств одобрило использование вакцины против ковида американской фармацевтической компании «Нового вакс». «Нового вакс» станет пятой применяемой в Европейском союзе вакциной против ковида после того, как она будет официально одобрена Европейской комиссией. В отличие от четырех ранее одобренных вакцин, «Нового вакс» создана на протеиновой базе. Она содержит уникальные для этого вируса фрагменты белка. И с помощью этой вакцины иммунная система человека сможет распознать, что этот «Новый белок» не должен присутствовать в организме человека и отреагировать на него соответствующим образом, создав естественную защиту от инфекции коронавируса. Уже который месяц большинство жителей Юдовки живут на настоящей стройплощадке. В этом микрорайоне все еще продолжается реализация проекта по прокладке водопровода и канализации. И в преддверии рождественских праздников предприятие «Дагоплс Уден» сообщает жителям о том, что в связи с понижением температуры воздуха с 21 декабря на Юдовке будет прекращено размещение бочек с питьевой водой. Но это не значит, что люди останутся без воды. До 23 декабря у местных жителей будет возможность заполнить водой свои колодцы или другие емкости, заказав доставку воды на транспорте предприятия. Подать заявку можно с 8 часов до 15 часов 30 минут по телефону 654-23-961 или 202-29-962. Специалисты «Дагоплс Уден» обращают внимание жителей на то, что 24 и 25 декабря вода поставляться не будет. В случае необходимости предприятие привезет ее 26 декабря. Но для этого необходимо в этот же день с 8 часов до 11 часов оформить заказ по телефону 654-24-251. 18 декабря сотрудники Государственной пограничной службы на территории Аукштаковского края в Лексинской волости на Рижской трассе по подозрению в перевозке контрабандных товаров задержали двух граждан Латвии. В ходе досмотра автомобиля Volvo V70 было обнаружено и конфисковано более 42 тысяч контрабандных сигарет «Премьер». Всего было изъято 2120 пачек с акцизными марками Республики Беларусь. За контрабанду в крупном размере начат уголовный процесс по части 3-й 190-й статьи уголовного закона Латвийской Республики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова